Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодна и в этом выпуске. Цифровое вещание хватило 95% населения Якутии. В регионе завершили реализацию федеральной программы, рассчитанную до 2018 года. Самое масштабное мероприятие с участием Владимира Путина после старта избирательной кампании. Президент России выступил на форуме Общероссийского народного фронта. Алёквинский район в числе завершивших программу переселения более 100 местных жителей стали последними новоселами этого года. Президент России Владимир Путин выступил на форуме действия Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». В своем выступлении президент говорил о важности сохранить то, что неимоверными усилиями создавалось в последнее время. И о задачах на ближайшие годы, в том числе и по созданию новых точек для роста и развития всех российских регионов. Отстаивать, что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов. Это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, это неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем. И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по внешнему направлению в развитии. Шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед. Путин подчеркнул, что Россия сама достигла всего этого и главное благодаря усилиям ее жителей. При этом президент признает, что предстоит сделать еще многое и формулирует главные задачи на ближайшую перспективу. Я вижу в этом и нашу обществу. Нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и приумножение нашего народа. Это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, до всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях, как таковых, в широком смысле этого слова, в образовании. Все эти задачи на годы вперед. И нам нельзя оступиться, сбиться с выборного курса. Иначе вновь придется все начинать практически с нуля. Я внес такое предложение, чтобы упростили передачу федеральных земель муниципалитетам, которые в этом нуждаются, под ИЖС. И еще Народный фронт вносит предложение, чтобы разрешить на землях сельхозпоселений строить жилье, то есть индивидуальное жилье, но без права продажи земельных участков. Вот этот вопрос, который я поднял, он волнует нас в Якутске, особенно население. Почему? Потому что у нас вокруг земель сейчас не хватает, а на очереди стоит 45 тысяч очередников. Форум ИНОВ собрал 4 тысячи участников из всех регионов страны и стал самым масштабным с участием Владимира Путина после старта избирательной кампании. Все зависит только от нас. Спасибо вам большое. В Якутии завершили реализацию федеральной программы развития телерадиовещания, рассчитанную до 2018 года. За рекордные сроки цифровое вещание пришло практически во все населенные пункты республики. По такому поводу в Якутск приехал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. Сегодня первый пакет из 10 бесплатных каналов могут смотреть в 390 населенных пунктах республики. Это 95% всего населения. Кроме того, крупные города, как Нерюнгри, Мирно и Якутск, имеют доступ уже к 20 телевизионным каналам. Это 40% населения республики. В Якутию первый мультиплекс пришел 5 лет назад, и одними из первых его увидели жители Крайнего Севера. Строительство сети цифрового телевидения шло на 3 миллионах квадратных километрах. Последние станции строили в 30-ти градусный мороз. Якутия стала самой масштабной по реализации программы. В республике построили 211 передающих телевизионных станций. И все это благодаря тесному взаимодействию с руководством региона. Федеральная целевая программа по созданию инфраструктуры цифрового телевидения это самая большая в мире программа подобного рода. Ни в одной стране мира нет такого масштабной стройки по созданию эфирного цифрового вещания. И мы на самом деле эту программу выполнили. Выполнили ее, несмотря на то, что программа была запланирована почти 10 лет тому назад. За эти 10 лет серьезно многое изменилось в стране. Изменились цены, условия, курс рубля. Пока в бесплатный пакет входят только федеральные каналы. Но в будущем в республике планируют запустить и свое региональное цифровое вещание. Технически республика готова выдавать уже несколько каналов. Для этого мы сегодня в республике в первом квартале этого года запускаем в эфир информационный канал САХА-24, который будет вещать на русском языке все 24 часа. Следующий шаг – это организация уже якутскоязычного канала, круглосуточного канала. И мы бы хотели, чтобы в пакет региональные вошли еще и как образовательный канал, возможно. У нас очень любят спортивный и, конечно, детский. Пуск, дорогие друзья! Давайте поздравим нашу республику! Официальный запуск цифрового теле и радиовещания состоялся. И это не только качественная картинка, а новый уровень качества жизни. Якутия стала еще одним регионом страны, которая полностью перешла на цифру. Но на этом еще не все. С 2019 года пакет бесплатных каналов для всех жителей республики должен расшириться до 20 единиц. Марьяна Кутукова, Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Петр Шестаков, НБК САХА, Якутск. Оценочно на реконструкцию всех аэропортов республики необходимо 60 миллиардов рублей. Об этом нашей компании сообщил первый зампредправительства Якутии Алексей Колодезников. При этом на реконструкцию тех аэропортов, которые уже имеют проекты и прошли госэкспертизу, необходимо более 26 миллиардов рублей. В республике есть воздушные ворота, которые еще не прошли экспертизу и не имеют проектов. Тем временем вышло постановление правительства России, в котором дано поручение обеспечить выделение дополнительных средств федерального бюджета на реконструкцию 15 аэропортов в Якутии. Реконструкция аэропортов Дальнего Востока начиная с 2019 года. Соответственно, мы сейчас отрабатываем с федеральными органами власти. Очень хороший протокол вышел, касающийся субсидирования ценно значимых направлений, субсидирования авиаперевоза по Дальному Востоку. Дано отдельное поручение по сокращению и минимизации требований по малым аэропортам. Это позволит снизить расходы по реконструкции аэропортов в отдаленных населенных пунктах. Одним из самых спорных моментов пленарного заседания госсобрания стало внесение поправок в бюджет республики. На последние в этом году сессии народные депутаты рассмотрели 44 вопроса. И бюджет не единственное, что вызвало наибольшее обсуждение интерес. С подробностями Ниргуяна Иванова. Одним из самых спорных моментов сессии стало внесение поправок в государственный бюджет республики на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. Народные депутаты Якутии внесли поправку в законопроект о трехлетнем бюджете Якутии, который предлагается выделить 139 миллионов бюджетных гарантий на приобретение трех самолетов для малой авиации. Поправка внесена, но возник другой вопрос. Где взять эти средства бюджетных гарантий? В ходе пленарного заседания оно было принято народными депутатами и в конце определили и внутри программы госгарантий предусмотреть эту сумму со снижением по другим двум принципам. Также споры возникли из-за внесения изменений в закон о муниципальных выборах, где не будет строки против всех в избирательном бюллетене на муниципальных выборах в органы местного самоуправления. Некоторые выступавшие призвали коллег проголосовать против принятия данного законопроекта. Дело в том, что избранники народа не в первый раз убирают так называемого кандидата против всех из листа для голосования. Сначала депутаты убрали пресловутую графу в июле этого года, затем по распоряжению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации ее оставили, а теперь графу снова убрали. Это и дало повод для бурного обсуждения. Так или иначе, законопроект принят в окончательном чтении. По мнению тех, кто подписал этот законопроект, я в том числе являюсь разработчиком последнего варианта законопроекта, считаю, что все-таки данная графа не направлена на формирование органов местного самоуправления, а направлена на выявление своего рода общественного мнения. Для этого, я считаю, существует социология. Как сказал Владимир Владимирович Путин, выборы должны быть умными. На этой сессии также приняли в первом чтении законопроект об охране вечной мерзлоты. Буквально неделю назад в Совете Федерации прошли дни Якутии, на которых законодательная инициатива депутатов Якутии получила поддержку Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Тогда было принято решение разработать два проекта. Республиканский проект закона об охране вечной мерзлоты, который будет нацелен на подготовку к разработке принятия федерального закона, поскольку только федеральным законодательством могут внесены соответствующие изменения. Сейчас мы активно готовимся к разработке, вернее, к дальнейшему продвижению федерального проекта. Буквально в первом полугодии следующего года мы намерены рассмотреть на пленарном заседании и направить этот проект в Государственную Думу. По итогам работы парламента Якутии были также приняты закон защиту генофонда якутского скота. Еще 8 сел запретили розничную продажу алкоголя, а также подтверждены полномочия народного депутата республики Игоря Закирко. Юргуяна Иванова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. И последние более 100 человек отметит сегодня новоселье на улице Карла Миллера. Валекминский сдам дом, завершающий федеральную программу переселения в районе. Точку списки поставил 48-квартирный жилой дом на Карла Миллера. 48 ключей были вручены жильцам со всей торжественностью, а вместе с тем и надеждой, что завершился лишь первый этап. Дом-близнец-напротив заселен давно. Многие обустроились и сегодня пришли в гости к соседям. С начала работы программы построено 18 многоквартирных домов. Это более 400 семей. Сегодня очевидно, что такие объемы строительства были бы невозможны без программы, кардинально изменившей жизни людей к лучшему. Елена Фаст, НВК Саха, Олег Минск. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи в эфире.